Если у вас тот человек, который может держать вас крепко за руку, и если это есть, значит, вы счастливый человек, человек, который умеет защищать, выстраивать забор, человек, который говорит, теперь я выстрою забор и никому не позволю тебя обижать. Есть у вас такой человек? Видите, он говорит, я не позволю, я разрушу все, что будет создавать в себе неприятности, и я возьму за тебя ответственность, потому что, показано, вы здесь очень много пережили, пережили, но вы росли, развивались. Самое, что интересно, у вас же сила, потенциал. Человек, который умеет любить, человек, который умеет давать, это же верховная жрица, человек, который умеет защищать свои границы. Много пережили, много пережили было показано. И здоровье, и отношения, и финансовый поток, и, казалось, жизни все рушилось. А человек говорит, я все разрушу, все твои неприятности, я возьму тебя под свое крыло, я тебя обогрею, я тебя согрею, я переломаю все в этой жизни и выведу тебя в стабильность. И это ваш император. Это может быть человек влиятельный, который может о вас позаботиться. Это доктор, который может вас вылечить. Это ваш муж, который сделает вам предложение, или вы уже находитесь в этом состоянии для стабильности, для уверенности. Это любовь, обоюдная любовь. Да, потому что здесь показано, вы взяли этот шанс. Вы взяли этот шанс. Вы не побоялись этой второй попытки. Скорее всего, здесь для кого-то это будет как второй брак. И начало новой жизни. Надолго. У кого-то второй. Но в основном здесь как второй, как выбор. Не важно, сколько вам лет, а важно действительно так. Рука, которая вас может вывести путь жизненный с ценностями, с духовно-эмоциональным планом. Кармический партнер для создания семьи, отношений. Или кармический партнер, который вам просто благоволит, который дает, знаете, поддержку, опору, когда вас сяло крепко за руку и вытягивает из того болота, в котором вы находитесь. Да? Это помощник. Это сильное плечо. Человек, имеющий огромную силу, огромный потенциал. Смотрите, как вы будете работать, нарабатывать. Да? Словно разрушили какую-то глухую стену. Эмоциональный план. Это, знаете, когда дом полная чаша, и ты счастлив. Потому что, пройдя все несгоды, испытания, вы получаете ту самую любовь, когда мы работаем, нарабатываем. Мужчина, водного знака и листик энергии. Судьбоносный человек, который, как фортуна, знаете, у каждого была своя сторона жизни, но эта фортуна разрушит все болезненные ситуации, выведет вас в уверенность. Медленно, верно, знаете, когда мы не торопимся, а когда мы медленно, но верно развиваем наши события. Это как шанс. Мы растем. Вы на одном уровне находитесь, у вас одинаковая химия между вами, словно у вас идеи, и планы, и проекты, и мышления. Когда вы говорите, мне так приятно тебя слушать, человек, который очень умный, начитанный, который умеет давать советы. Показано, много пережили, много было сложностей, словно вам создали какую-то болезненную ситуацию, но эту ситуацию вы позволили, чтобы она происходила вокруг вас. Здесь показано было перекрытие родового канала. Кто-то здесь убрал этот родовой канал и встретил человека для жизни. С прошлым связано. Это чью фамилию вы носили, показано. Потом вы приняли решение выйти в стабильность и ресурсность. Вы сказали, да хватит, я уже встала, и приняли решение убрать кармическую родовую программу, чью фамилию вы носили, вы потрудились. И что? Вы станете ресурсной, стабильной. Человек, который открывает в себе новые возможности, новые пути. Ох, какая женщина собрала все ипостаси женщин себе. Смотрите, она сама принимает решения, она стала ресурсной, она стала сильной и стала магами-волшебником. Словно у нее открылся канал. Она стала магами-волшебником. Она собрала ипостаси всех женщин. А значит, она дана для того, чтобы соединять судьбы людей, для того, чтобы выравнивать дорогу жизни. Но у нее-то открылся потенциал благодаря ее мужчине, который открыл ее женский канал, раскрыл ее сердечную чакру. Давайте посмотрим ее характер. Какой ее характер был? Боевой. Она была как мужик в юбке. Боевой. Всегда принимала сама решение, показано. Была уверена в себе. Здесь показаны, ее планы и проекты были разрушены, но она не сдавалась. Она и шла, потому что были крысы, которые мешали ей. Но она и шла, не сдавалась. Здесь женщины все ипостаси и показано. Абсолютно все знаки зодиака для себя действительно надут какой-то путь, какое-то решение, потому что они принимают решение действовать. Знаете, когда вас не принимают такой, какая вы есть, ресурсная, стабильная, они готовы вас удушить, показано. А вы не сдавались. Они говорили, когда ты, знаете, когда слышишь такие фразы, да когда ты, в конце концов, уйдешь от меня, как ты меня достала, да, когда говорят мужчины. мужчина, который любил только себя и говорил, я такой правильный, я тот хозяин, я тот мужчина, любил себя, эгоист показано. но есть и другой мужчина. Когда мужчина остается один, когда женщина от него уходит, он такой хороший становится, хоть ты его до попы прикладывай. Он начинает говорить, да я тебя любил, я тебя содержал, я открывал у тебя дороги, все пути, я все твои вопросы решал, показано. А она говорит, нет, нет, это не ты. Это твое эго. Это твоя любовь к себе. Это ты про себя говоришь, но не для меня. Ты для меня ничего не делал. Ты всегда лежал, болел, тупил. Я все держала в своих руках. Я несла все на себе и свою любовь по отношению к тебе. А меня что делали? Топтали, унижали, ненавидели. И это твои кровные люди меня ненавидели. А ты даже не защищал меня. Ты даже меня никогда не защищал. Ты позволял, чтобы меня утаптывали. Из-за этого наши отношения рухнули. Да, здесь показано, когда за вас проживали вашу жизнь, вам приходилось защищать свою семью, свои отношения, вы боролись, думали, что действительно на вашу жизнь наладится в партнерстве, что будет баланс, надеялись. Ну, какой баланс? Да ничего там не было. Это вы такую школу прошли. Вы, знаете, как цеплялись за ниточку, за какую-то грань. Но победа будет все равно на вашей стороне. Как бы вам не разбивали сердце, показано. Вы здесь пострадали за свою любовь, но и одержали победу. Почему? Потому что приняли решение. Когда нет баланса, когда мы убираем негативную программу, Вселенная всегда дает шанс. Кто вас возьмет крепко за руку? Человек, который будет любить вас по-настоящему. Это может быть молниеносная встреча. Это неожиданно. Знаете, вот бывает, идешь куда-то, да, вот какой-то, когда Вселенная создает такую ситуацию. Вот мы просим что-то Вселенной, а она создает эту ситуацию. Допустим, вы говорите, Боже, я так устала, дай мне хоть какой-то знак. И тут что-то происходит, какая-то ситуация. И в этой ситуации, в этот момент появляется тот самый человек, который вас берет за руку и выводит. Не просто так, понимаете? Из кризиса показано. Словно, вы свою жизнь начинаете как с чистого листа. Но у вас действительно грядут огромные перемены. Вы выйдете в баланс и ресурсность и будете очень счастливы. Будете довольны, потому что вы ощутите, когда вас любят, когда вас ценят. Они тогда говорят, когда ты уже в конце концов, как ты меня достала. у вас смотрите, что будет семья. 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 Это, знаете, может быть переезд в другой город, в другую страну, новости на пороге, которые вас порадуют, потому что вы здесь завершите двойственную ситуацию. Если кто-то не завершил отношения, показанное, с предыдущим человеком, то вы их должны завершить. Или убрать родовую и кармическую программу, как я говорила, или воздействие. Потому что для некоторых еще показано, есть, существует воздействие, которое надо убрать. А некоторые убирают. Это зависимые ситуации, да. Это когда человек не может выстроить отношения. Да, возможности, есть шансы, есть, но выстроить не можно. И показано вечно состояние одиночества. И вы уже устали. Поэтому убирайте. Здесь будет поставлена точка. Карта смерти. Говорю сразу. Смотрите, квантовый сквачок. Надо умереть, поставить точку для того, чтобы возродиться. Квантовый сквачок. Откосить, убрать, вымести, как бы пришло время. Чистки. Показано. Потому что, если вы это не сделаете, то ситуация подвиснет. А здесь же показано, что пора засеять семена и зараститесь. Это как новая любовь. Это реализация ваших планов и проектов. Это обретение огромной силы и потенциала. Это любовь, настоящая любовь. Да? Пусть даже начиная с таких отношений, но это будет настоящая любовь. Потому что, когда запутанная ситуация, и ситуация двойственности, да, и не надо, чтобы вот так было. Вот это все надо убрать. Пришло время чистки. Если кто-то находится в любовных отношениях, убрать все путы и оковы, порешать вопросы и начать действовать. Но для большего числа здесь показано, когда в вашей жизни есть мужчина, который действительно вас возьмет за руку и выведет вас в светлый путь. И это важно. Карта совета от высших сил. Да? Что они посоветуют? Если кто-то не может это сделать, давайте посмотрим, что оракул посоветует. Говорит, для некоторых здесь люди плачут, переживают, говорят, нет, ни про света, ничего, гнездышко есть, но оно пустое. Это конфликтная ситуация, в которой вы оказались. Так вот, начинайте действовать. Потому что 23 число, это, смотрите, когда мы начинаем что-то делать, когда мы не сидим, не бездействуем, а делаем, выходим в состояние закольцовки. 23 ноября месяц для вас. Это как шанс перемены. Да? Кот, который гуляет сам по себе, любит свободу, который подглядывает. А все ли у тебя хорошо? А ты там еще не этот самый, с голоду не умерла? Не спилась? Не сгулялась? А вы богиня, богиня здесь показана. Как я сказала, пришло время чистки, пришло время зачистить все, что вам мешает. И ту грань, которую вас держит, разорвать, убрать. Для чего? Чтобы обрести легкость и свободу.